Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой? Лыжи, горы и рога. Зачем ехать в Горный Алтай зимой в 8 часов 20 декабря 2019 года? Обновлено 8.12.20 декабря 2019 года. Пресс-служба ГЛК Манжерок сноубордисты и лыжники в ГЛК Манжерок в Республике Алтай. Пресс-служба ГЛК Манжерок. Москва, 20 декрея новости, Татьяна Розенская. В Республике Алтай начался горнолыжный сезон. Открылись новые курорты, гостиницы и канатные дороги. О том, зачем, куда и когда ехать, где жить, что есть и пить, в материале Рея новости. Как добраться и где жить? Вслед в Горный Алтай склетает лоукостер, и добираться из Москвы теперь значительно дешевле. Еще есть рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска. Местный аэропорт маленький, но его планируют расширять. К 2023 году должны построить международный терминал. Можно купить готовый горнолыжный экскурсионный тур или планировать поездку самостоятельно. Но зимой жилье найти чуть сложнее, чем летом. Многие мини-гостиницы и частные дома, в которых сдают комнаты, не утеплены. И значит, выбор жилья меньше. Рея новости. Татьяна Розенская. Поселок Озерный. Республика Алтай. Один из трех поселок Озерный. Республика Алтай. Рея новости. Татьяна Розенская. Рея новости. Татьяна Розенская. Аэропорт города Горный Алтайск. Два из трех. Аэропорт города Горный Алтайск. Рея новости. Татьяна Розенская. Рея новости. Татьяна Розенская. Эко-отель Марийен остров. Три из трех. Эко-отель Марин Остров РИА Новости, Татьяна Розенская Один из трех Поселок Озерный, Республика Алтай РИА Новости, Татьяна Розенская Два из трех Аэропорт города Горно-Алтайск РИА Новости, Татьяна Розенская Три из трех Эко-отель Марин Остров РИА Новости, Татьяна Розенская Вообще, вне сезон средняя цена номера на турбазе около 2000, в гостинице эконом-класса 3-5000, а в люксовых отелях бывают большие скидки до 20%. Трасса в лесу. Пак в регионе два современных горнолыжных курорта – Телецкий и Маньжерок. Первый небольшой, дальше от аэропорта, и там пока меньше вечерних развлечений. Но есть и плюсы. «Основное достоинство наших трасс – это красота», – говорит начальник канатной дороги Александр Кретов. Поднимаешься и видишь на севере Абаканский хребет, на том берегу Телецкого озера, а потом едешь по лесу. На Телецком курорте шесть трасс. Есть учебная с бугельным подъемником, две красных для подготовленных лыжников. В Новом году собираются сделать спуск на другую сторону горы, где нашли пещеру с озером глубиной 70 сантиметров. Его планируют превратить в каток. Один из четырех сноубордистов на горе Какуярия новости, Татьяна Розенское фото, предоставлено ГЛК Телецкий новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте Телецкий. 2 из 4 новый кресельный подъемник на горнолыжном курорте Телецкий фото, предоставлено ГЛК Телецкий фото, предоставлено ГЛК Телецкий трассы горнолыжного курорта Телецкий. 3 из 4 трассы горнолыжного курорта Телецкий фото, предоставлено ГЛК Телецкий фото, предоставлено ГЛК Телецкий вид со средней станции подъемника на горе Какуя. 4 из 4 вид со средней станции подъемника на горе Какуя. Фото, предоставлено ГЛК Телецкий 1 из 4 Сноубордисты на горе Какуя Реа новости, Татьяна Розенская 2 из 4 Новый кресельный подъемник на горно-лыжном курорте Телецкий Фото, предоставлено ГЛК Телецкий 3 из 4 Трасса горно-лыжного курорта Телецкий Фото, предоставлено ГЛК Телецкий 4 из 4 Вид со средней станции подъемника на горе Какуя Фото, предоставлено ГЛК Телецкий На курорте работает прокат с инструкторами, открыт зоопарк Гостиница прямо около подъемника К следующему сезону построят комплексы со 60 шале Кроме того, можно останавливаться на турбазах и в частных домах в соседних селах Ягач и Артабарж К склону на общественном транспорте В Манжерок из Горно-Алтайска ходит автобус, расстояние всего 37 километров Этот курорт популярнее Телецкого, на склонах довольно много лыжников и сноубордистов Инфраструктура более развита Тут две зоны катания Можно поехать по более пологому склону или подняться до верха и там уже выбрать, покруче или подольше Рассказывает руководитель школы инструкторов Владислав Комиссар Один из семи вид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Сенюха Рея Новости Татьяна Розенская РИА Новости Татьяна Розенская Гондольный подъемник на горно-лыжном курорте Манджирок 2 из 7 Гондольный подъемник на горно-лыжном курорте Манджирок РИА Новости Татьяна Розенская Пресс-служба ГЛК Манджирок Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК Манджирок 3 из 7 Инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК Манджирок Пресс-служба ГЛК Манджирок РИА Новости Татьяна Розенская туристка загадывает желание около золотой бабы на горе Малая Синюха. Четыре из семи туристка загадывает желание около золотой бабы на горе Малая Синюха. Ария новости. Татьяна Розенская Ария новости. Татьяна Розенская туристы загадывает желание. Пять из семи туристы загадывает желание Ария новости. Татьяна Розенская Ария новости. Татьяна Розенская торговля сувенирами на ярмарке на курорте Манджирок. 6 из 7 торговли сувенирами на ярмарке на курорте Манжерок Рия Новости, Татьяна Розенская Рия Новости, Татьяна Розенская детские горнолыжные ботинки в прокате курорта Манжерок. 7 из 7 детские горнолыжные ботинки в прокате курорта Манжерок Рия Новости, Татьяна Розенская 1 из 7 вид с верхней станции канатной дороги на горе Малая Осенюха Рия Новости, Татьяна Розенская 2 из 7 гондольный подъемник на горнолыжном курорте Манжерок Рия Новости, Татьяна Розенская 3 из 7 инструктор учит ребенка кататься на горных лыжах в ГЛК Манжерок. Пресс-служба ГЛК Манжерок 4 из 7 туристка загадывает желание около золота и бабы на горе Малая Осенюха Рия Новости, Татьяна Розенская 5 из 7 туристы загадывает желание Рия Новости, Татьяна Розенская 6 из 7 торговли сувенирами на ярмарке на курорте Манжерок Рия Новости, Татьяна Розенская 7 из 7 детские горнолыжные ботинки в прокате курорта Манжерок Рия Новости, Татьяна Розенская есть не только прокат и инструкторы, но и детская школа, лет. Рядом с гостиницей турбазы имени отеля. Моральное здоровье в свободное от лыж время стоит сходить в баню, пройти медицинское обследование или повысить иммунитет, полежав в пантовых ваннах. Панта это рога моралов, которые спиливают в период активного роста с мая по июль. Процедура совершенно безвредная и безболезненная для животных. Один из двух пантоварков клиники курортного комплекса РИА Новости, Татьяна Розенская. РИА Новости, Татьяна Розенская и ванны в клинике курортного комплекса Алтай Резорт. Два из двух ванны в клинике курортного комплекса Алтай Резорт. РИА Новости, Татьяна Розенская. Один из двух пантоварков клиники курортного комплекса. РИА Новости, Татьяна Розенская. Два из двух ванны в клинике курортного комплекса Алтай Резорт. РИА Новости, Татьяна Розенская Замороженные или свежие панты варят 6 часов, они отдают все микроэлементы бульону, объясняет Надежда Гуськова, врач медицинской оздоровительной клиники Мы варим трое суток, потому что за несколько часов из кости рога не получить всех полезных веществ, добавляет Надежда Хабарова, директор эко-курорта Есть и другие версии. Нельзя варить ни в коем случае, утверждает Михаил Кустов, владелец горнолыжного курорта Вы химию учили. Все полезные микроорганизмы убьете. Опускаете рог в воду, он размокает как губка и отдает все полезное труда Проходить такие процедуры лучше курсом, не меньше 10 ванн, ценой от 700 рублей до 5000 в зависимости от места и наличия ветеринарных сертификатов РИА Новости Татьяна Розенская чая из алтайских трав Один из двух чаи из алтайских трав РИА Новости Татьяна Розенская РИА Новости Татьяна Розенская Фитобар в СПА-комплексе Два из двух Фитобар в СПА-комплексе РИА Новости Татьяна Розенская Один из двух Чаи из алтайских трав РИА Новости Татьяна Розенская Два из двух Фитобар в СПА-комплексе РИА Новости, Татьяна Розенская Кроме того, в местных СПА-комплексах предлагают процедуры для кожи лица и тела Применяют в основном местные препараты, на основе алтайских трав и ягод, камчатских водорослей, мумии и лосиного молока Что есть и пить В республике много сыроварен Ассортимент от обычного твердого алтайского сыра до халуми, камамбера и страчатилы РИА Новости, Татьяна Розенская Сырская морца из алтайского молока зреет в холодильнике РИА Новости, Татьяна Розенская Сырская морца из алтайского молока зреет в холодильнике В местных кафе подают баурсаки пирожки на масле Бывают с начинкой и без Строганину из марала, яка или косули, мясо лоса или рыбу Главное, попробуйте хариуса, нельму и тайменя А еще чай с толканом мелкой крупой из обжаренного ячменя Ява или юрта Примечание редакторов Вырос И мама моя такие пирожки я крут делала Рассказывает мастер спорта по греко-римской борьбе Мадиколанаков Который был факелоносцем на эстафете Олимпийского огня в Сочи в 2014 году Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадиколанаков Мастер спорта по греко-римской борьбе Мадиколанаков У него собственное кафе в национальном Аэле В меню алтайский травиной чай, пирожки с лесными ягодами и местный сыр-курут Кочевники брали его с собой, он кислый, сухой Особенно вкусен с медом или вареньем Куда поехать? Со всех горнолыжных курортов организуют экскурсионные поездки в Тавдинские пещеры На Лебединое озеро с голубой водой Чемальскую ГЭС с посещением острова Патмос Также туристам предлагают покататься на собачьих упряжках, коньках, поохотиться и порыбачить, послушать концерты горлового пения или научиться плести амулеты в этнодеревне Рия Новости Татьяна Розенская Республика Алтай Один из трех Республик Алтай Рию Новости Татьяна Розенская Рия Новости Татьяна Розенская Мост на остров Патмос в Республике Алтай Два из трех мост на остров Патмос в Республике Алтай Рию Новости Татьяна Розенская Рия Новости Татьяна Розенская Эффект Гала на Телецком озере в Республике Алтай Три из трех Эффект Гала на Телецком озере в Республике Алтай Рию Новости Татьяна Розенская 1 из 3 республик Алтария Новости Татьяна Розенская 2 из 3 мост на остров Патмос в республике Алтария Новости Татьяна Розенская 3 из 3 эффект гала на Телецком озере в республике Алтария Новости Татьяна Розенская в самом Горно-Алтайске В Национальном музее имени Анохин одна из лучших в стране палеонтологических и археологических экспозиций Там можно увидеть мумию принцессы Укок, датируемую Веками до нашей эры Горный Алтай уникальный для туризма регион Его величественная природа завораживает Говорит Хатуна Витясян, руководитель направления Россия Здесь вы и покатаетесь на горных лыжах, и расслабитесь в спа Подышите чистейшим воздухом, встретите настоящего северного оленя При этом, куда бы вы ни направлялись, путь лежит по Чуйскому тракту, который, по версии журнала National Geographic Входит в десятку самых красивых дорог мира Останавливаться хочется через каждые пять километров, чтобы сфотографировать еще одну гору, озеро, мост или реку 7 декабря, 09.53 Алтайский край на Алтая построит две дороги к горнолыжным трассам на Белокурихе-2